День добрый! Здравствуйте! С вами Смирнова Ирина. И сегодня мы поговорим о новом инструменте, который предоставил нам Google. Инструмент этот называется планировщик ключевых слов. И он практически заменил у нас инструмент, который до сих пор назывался инструментом подбора ключевых слов. Итак, заходите вы в этот инструмент только через свой аккаунт. Как зайти через аккаунт я уже показывать не буду, я надеюсь, что вы это знаете. Здесь просто вход идет через ваш e-mail и пароль к e-mail. Вы заходите внутрь своего аккаунта и у вас появляется вот такой интерфейс, который мы видим сейчас на экране. Итак, входим вот сюда, инструменты и анализ. И видим, теперь здесь у нас с вами появился вот такой планировщик ключевых слов. Давайте зайдем сюда и посмотрим, что нам предоставит в данном случае Google. Итак, он предлагает нам спланировать рекламную кампанию в поисковой сети. Мы этого делать не будем. Цель наша с вами как начинающих блогеров или как действующих блогеров – это работа по подбору ключевого слова по точному вхождению. Для этого мы заходим с вами вот в этот первый пункт «Найти варианты ключевых слов и групп объявлений». В тексте я о своей статье уже писала, что сейчас планировщик, собственно говоря, заточен под работу с рекламными кампаниями. Поэтому наша задача настроить так планировщик, чтобы мы могли получить информацию по статистике ключевого слова. Я уже сказала, что статистика здесь в данном случае у нас будет с вами идти по точному вхождению, то есть именно по такому вхождению, которое нам и необходимо. Итак, «Найти варианты ключевых слов и групп объявлений». Видите, как здесь написано у нас. Значит, вот сюда мы должны будем ввести свое слово. Но прежде чем вот эту работу провести, давайте сначала посмотрим и настроим таргетинг. Итак, искать мы будем везде. Я так себе спланировала по всему русскоязычному, так сказать, интернету. И вот здесь вот у меня уже настроен русский, но если вы сюда зайдете первый раз, то у вас здесь будет настроен другой язык. Вы просто нажимаете вот на этот карандашик и выбираете русский. У вас здесь появляется русский. Здесь у нас с вами есть еще одна настройка. Настройка или чисто поиск в Гугле, или более широкий поиск по всему поисковику. То есть Гугл и поисковые партнеры. Я выбираю Гугл и поисковые партнеры. Минус-слова в основном используются исключительно для работы с объявлениями, и поэтому здесь я ничего не настраиваю. Я не выбираю минус-слова. Итак, я могу сделать таким образом. Ну, например, привести тот же самый пример, который вот здесь написан. То есть я могу ввести подержанные автомобили, автомобили, спуститься вниз и получить варианты. И вот я выхожу вот сюда. На что нужно обратить внимание здесь. Значит, здесь мы видим с вами две вкладочки. Первая вкладка – это варианты групп объявлений. Вторая вкладка – это варианты ключевых слов. Нас сейчас интересуют именно ключевые слова. Поэтому мы переходим вот на эту вкладку. И здесь видим следующие столбцы. Первые. Видите, у меня здесь подержанные автомобили. Именно те автомобили, то есть та запись, которая вот… То ключевое слово, которое я запросила, правильно сказать. Значит, среднее число запросов в месяц – 9900. Если я прошлась бы по Яндексу, то я бы, наверное, получила немножечко меньше. Почему? Потому что в данном случае Google у нас дает информацию по всем источникам. Это и компьютеры, и ноутбуки. То есть обычный источник запросов, откуда приходят запросы в Google. Это теперь и планшетные компьютеры, и плюс мобильные устройства. То есть теперь здесь, ну, немножечко выше будет этот показатель, да. Теперь мы смотрим уровень конкуренции. Здесь тоже мы можем его увидеть. Вот здесь вот, кстати, есть подсказки. И вы можете прочитать, какова идет методика расчета именно вот этого показателя. Здесь вы можете, наведя вот сюда курсор на этот график, увидеть статистику поисковых запросов в месяц за последние 12 месяцев. То есть вот сейчас это 9900, а в июле, это у нас конец августа, практически сентябрь, а в июле статистика эта резко падала до, посмотрите, 3600. Сейчас статистика поднялась выше, да. Смотрим дальше. Средняя цена за клик. Это то, о чем я писала в посте. Это здесь идет информация именно расчета количества кликов и расчета стоимости клика по данному ключевому слову в объявлении. Теперь посмотрите внимательно вот сюда. Здесь мы можем, нажав вот сюда, определить, какой тип соответствия нам необходим. Здесь поставим в данном случае широкое соответствие. Нам, естественно, нужно было бы точное соответствие. Но если я даже сейчас перейду на такое точное соответствие, то, как видите, количество запросов осталось тоже 9900. Это связано с тем, что в данном случае меняться может только стоимость клика и количество кликов. Теперь на количество запросов, здесь в среднюю величину количества запросов эти настройки не влияют. Но мы должны помнить о том, что Google нам предоставляет именно точные запросы в данном случае. Если мы опустимся ниже, то мы увидим похожие ключевые слова по релевантности. И опять же, как видите, здесь у нас с вами есть и стоимость этих кликов, количество запросов и уровень конкуренции. Мы можем изменить критерии поиска. То есть вот зайти по этой кнопке. И в этой кнопке мы можем сделать следующее. Например, найти варианты ключевых слов и групп объявлений. Или ввести, загрузить ключевые слова. То есть я могу здесь выяснить, опять же, для рекламного объявления, чтобы сразу понять, какой это тип соответствия, чтобы задать определенный тип соответствия, я могу сразу ввести здесь эту информацию, то есть ключевое слово в определенных операторах. То есть это кавычки у нас здесь и вот квадратные скобки для точного соответствия. У нас, в принципе, этого ничего делать не надо, потому что по статистике количества запросов, на статистику количества запросов данные операторы влиять не будут. Давайте еще раз посмотрим автомобили. И у нас, смотрите, мы можем получить оценки и можем узнать количество запросов. Вот если мы зайдем сюда «Получить оценки», то мы получим вот такую информацию. То есть это будут практически графики с оценкой стоимости кликов. Но для блогера они в данном случае нам не нужны. Поэтому, вернувшись обратно, мы зайдем вот по этой кнопке «Узнать количество запросов». И мы увидим абсолютно то же количество запросов, которые мы и видели в предыдущем варианте. Теперь посмотрите, если я сейчас изменю в данном случае поисковик, то есть я запрос делала в Гугле и поисковых партнеров. Если я возьму чисто «Гугл», то количество средних запросов, среднее число запросов в месяц изменится до 4400. Значит, оптимальный вариант и рекомендуемый вариант для подбора статистики ключевых запросов, тот вариант, который рекомендует нам сам Гугл, то надо делать выбор для более точной информации именно Гугл и поисковые партнеры. Ну вот, пожалуй, и все, что я хотела сказать в этом видео. То есть цель этого видео заключалась в том, чтобы показать, как можно использовать в данном случае планировщик ключевых запросов для подбора статистики по точному вхождению запросов по определенному ключевому слову. Всего доброго! С вами была Смирнова, Ирина. До следующих встреч!